Саратову официально присвоили звание города трудовой славы. Соответствующий документ главе города вручил Валерий Радаев на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Победы. Прошло оно в Театре оперы и балета. Здесь сегодня чествовали ветеранов и участников войны. Подробнее в нашем сюжете. В зале Театра оперы и балета почетные гости, ветераны. Сегодня одни, прошедшие через самую страшную в истории человечества войну, получают поздравления. Мы как никогда осознаем неразрывность с поколением участников войны. И все сегодняшние успехи посвящаем вам. Все слова благодарности адресуем вам. Все цветы, всю нашу любовь, внимание и заботу дарим вам. С низким поклоном я обращаюсь к почетным гостям сегодняшнего праздника. Спасибо за победу. Спасибо за мир. Несмотря на то, что Саратов не стал фронтовым городом, усилия наших земляков сыграли значительную роль в достижении Победы. В знак благодарности ветеранам к 70-летнему юбилею губернатор вручает памятные знаки. А главе города документ о присвоении Саратову звание «Город трудовой славы». По словам Олега Грищенко, это заслуга в первую очередь ветеранов. Я бы хотел поблагодарить тех, без кого бы не было этого праздника, и нас с вами тоже. Ветеранов, тех, кто воевал, проливал кровь, тех, кто завоевал в боях свободу и независимость для нас, для всех, для нашего государства. Тех работников тыла, которые работали по 25 часов в сутки и по несколько смен, будучи еще совершенно маленькими, подставляли ящики возле станков, чтобы обработать какую-то деталь. Как хорошо, не надо кланяться, свистят все пули над тобой. Продолжилась торжественная церемония концертной программы, которая заставила участников войны еще раз вспомнить о прошлом. Елизавета Кулапина в пять лет оказалась в концлагере Бухенвальд, но детские воспоминания остались в памяти на всю жизнь. В 42-м осенью, во время Сталинградской битвы, фашистами были захвачены в плен и увезены в Германию. Это ежедневная утренняя перекличка, утром и вечером, и холодной, и голодной. Слышалось только один вопрос – шнель, шнель, шнель. То есть быстро, быстро, быстро опаздывать ни в коем случае нельзя. В завершении торжественного мероприятия собравшиеся почтили минуты молчания память павших в Великой Отечественной войне.